Аплодисменты 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 Жен City Матера Аплодисменты Саш, ты что не зато и страдал Аплодисменты За 퍼�� встал Т.к. Внимание Хорошо Камеры Сейчас без пяти пять Я начинаю свой видеодневник Герма давно уснул Вот он, мой прекрасный принц Почему я делаю это сегодня? Потому что именно сегодня В моей жизни наступил великий перелом Голубь Я получила кучу денег И с завтрашнего дня Вернее, уже с сегодняшнего дня Приступаю к съемкам клипа Вот так Что тут у нас? Вкусно А это Машка Машка, Машка, давай я тебя запечатлю Давай повернись Повернись ко мне Молодец Вот Я не только талантливая, самобытная Поэтесса Певица Но и кинорежиссер Точнее клипмейкер Ну что ж ты все время поправляешься Надо быть увереннее, Анна А вот и Герман Мой прекрасный голый принц Ты чего? Не подслушивай Давай и спи Это мой интимный видеодневник Все, все, давай спать Пока дневничок, завтра я проснусь с другим человеком С каким другим человеком? Я тебе дам с другим человеком Все, спать Я проснулась и подумала Какая же я счастливая Вот сейчас сниму для Инги клип И у меня еще останутся огромные деньжичи На которые я смогу записать свой собственный альбом Как же мы его назовем? Кого? Ну, как ты думаешь? Ты что, подзалетела? Фу, как вы вульгарно выражаетесь, профессор Ань, ты сейчас серьезно или... Или Как испугался, ты вот весь побледнел Прямо поземенел Кто, я? Бедненький Это лунный свет Ну, шутка, шутка Да? Да От меня аж фото прошибло Значит, ты еще не готов быть, папа? Сейчас, наверное, я еще сам ждал Набын сказать В этот момент я была так счастлива, что подумала, это не может продолжаться долго Как будто не мерзть в такую рань Алло В пять часов утра ее нельзя А, ты Кузя Алло Что-то случилось с самым? Чем он отравился-то? Да водкой Наверное, некачественная Я думаю, что дело здесь не в качестве, а в количестве Понятно Ну что, мой тебе совет Срочно ищи другую студию Зачем? Ну как зачем? Если дядя Сэм у нас оказался запойным Это тебе понадобится минимум дня три-четыре, чтобы вывести его из параллельного пространства Нет, я без Сэма не могу, он классный О, может ты его уже любишь, а? Смотри, завяжу нафиг обоих Классный Ну тогда отказывайся от проекта Фосмажорное обстоятельство Ты что? Где я еще возьму такую дуру, которая мне сорок штук отвалит? Нет, как только Ингу не называли И стервой, и сукой, но дурой никогда Она, увы, не дура Знаешь, я тоже не дура И Сэма будет еще и клип снимать Не пугай меня, пожалуйста Ну хорошо, хорошо Только не злись Ранним утром, когда все птицы серы И когда на гитарах Играют воры Молодой человек В хорошем костюме Достает из кармана Сигару Портага Что с ним? Отходит, бедолага Какой отходит? Кипятку мне быстро И на шатри там аптечки Давай весь пузырек в ведро На его подтяжках Играют дети Он идет туда Где ему не светит Ты можешь сказать Но он не услышит Он идет, чтобы кликнуть след Отходящему поезду Отходящему поезду Отходящему поезду Куда пошел? Вера, скорую Алло, алло, скорая? Тут человеку плохо Сердечный приступ Да, сердечный приступ Не ври, они от этого быстрее не приезжут Мне тут подсказывают Что у него забой Да Какой у вас адрес? Бережковская, 17 Бережковская, 17 Тут везд со двора Это пятикартер Да Все, спасибо Аня, а ты все знаешь? У меня папа анонимный алкоголик Ты же говорила, что он артист Одно другому не мешает Когда Сэм наконец пришел в себя Мне стало ясно Снять Инги клип Мы в срок не успеем Назревал скандал Сэм, Сэм Все пропало У меня есть музыка А слов нету Напиши Но я не могу так быстро Тогда я напишу Когда? Сейчас Диктуй Пиши Ага Следи за левой рукой Что? Пиши Столовые приборы Уже небезопасны В окошке черной кассы Странное дело Чем дальше я записывал этот бред Тем больше успокаиваюсь Я думала Подставлю текст под музыку А потом уже найду нормальные стихи Но Инги неожиданно понравился первоисточник Не тратя время зря Она уже работала над обложкой своего альбома Смотри как хорошо Это редакция Гога на самом деле У них вот так вот выглядит редакция в этом особняке на Тверской Мне не нравится этот армянский нос Надо снять анфас Да по-моему красиво Благородный римский профиль А мне не нравится Я говорю анфас Ну что это такое? Ну посмотри Это анфас? Ну нет Ну тут платье какое-то Нет Ну что это? Ну посмотри Я не понимаю что это А это что? Нет Ну вот это Ну я не знаю Мне ничего не нравится Ну хорошо Смотри какая красота Шрифт? Ну что это такое? Слишком правильный Игла должна быть в виде молнии Так было у Алисы Ну и что? Кто помнит сейчас эту девушку? Это не девушка Ну тем более Твоя часть 1600 О! Круто! А кто заказчик? А помнишь к нам в клубе девушка подходила? Насчет клипа? Конечно помню Инга! Только там звучала Несколько иная сумма Ты пей, пей 40 тысяч долларов Ну это я загнула И потом ты сам мудро посоветовал Разделить ее на 10 Ну это я на вскидку Ну даже если так То получается 4 То есть моя доля Меньше половины? Ну так мне же на эти деньги Еще клип снять надо Я все считала По твоим расценкам Одна смена 800 Ну я думаю что больше Двух смен мы снимать не будем Ну не знаю Потом Смотря какой материал Да мой Мой материал Я ей нашу песню продала За сколько? Я решила не шокировать его большими цифрами Коммерческая тайна Вот если бы я вел переговоры Мы бы ее штук на 6 раскрутили Но ты был в параллельном мире Ладно Когда начнем? Да прямо сейчас Мы с ней уже договорились А со мной? Я едва не умер Я еще слаб Кстати С тебя 320 рубликов Что? За три дня? За лекарства Ну хорошо Из гонорара вычтишь А пока аванс мне выдай Ну на еду хоть Натур продукт Я тут разольничку сварил Студия здесь что ли? Во-первых Здрасте Здрасте Вы по какому делу, господа? Тут рядом котельная Так если вы из газовой конторы Не, мы из другой Ну всем привет Здравствуйте Добро пожаловать А у вас тут хорошо И пахнет Как в детдомовской столовке Инга Анатольевна Ну мы пойдем что ли? Да Рассольничек Сто лет не ел рассольничек Так присоединяй Инга ела много И с явным удовольствием Она оказалась болтушка И за полчаса мы узнали Что она фанатка Элтона Джона И даже целовалась с ним На приеме у Пака Рабана А еще была на приеме Мне ужасно дается Элтон Джон Просто ужасно Я у Пака Рабана с ним целовалась Представляете? Обалдеть Ой, он такой прикольный Элтон, или Паку? Оба Мне много все подошло Она еще рассказала нам о сети магазинов Инга Мода О том, что у нее на заднице Наколка И что она Ярая охотница В Кении я убила льва Мне жалко было? Ах, сейчас жалко А тогда, если бы я не попала Я бы тут с вами не сидела Кстати, когда я сказала Дедомовской столовке Это не вопрек вам Мы с братом выросли в детдоме Я как нюхнула воздух У меня сразу Слюнки потекли Бедная Давно нам никто так не говорил Кого-то вы мне и напоминаете Все никак не вспомню Отца Весьма польщен А кто, позвольте спросить, был ваш отец? Алкаш обыкновенный Ну что, начнем А то у меня вдеет встреча Которую я не могу отменить Как трудно жить Эй, эй Ты, меня слышишь? Сейчас Ну что? А что делать-то? Не знаю У нас все по-простому Ближе к микрофону Дело-то не хитрое Ты ж талантливая Да Ну тогда у нас все получится Так Готова? Да Подожди минутку Я немного простужна А это ничего Только ногами там не топай Залети За ее левой рукой Столовые приборы Уже небезопасны В окошке Желтой косы Задерничает валь И розы упадут На шмайсе Вау! Туча журавлей Принесет нам Тысячу детей Вау! Радость Моя радость А счастливчик Дуралей Большой вакуум Большое сердце И сжат на море Гонят шторм Любовь Заменирован Родом Ай-яй-яй Любовь Неисчерпаемая Ты же сам Под этим подписался Ну Какая разница Это голос Это голос Как у мухи Понимаешь Как у мухи Мы должны что-то сделать А что мы можем сделать Так Все Ваше время вышло У Инги в девять встречи Так мы еще не закончили А это не моя проблема Мы вам ее привезли в 14.00 Сейчас 20.30 Завтра она для вас освободит целый день Кстати мы проплатили эфиры С понедельника начинаем тяжелую ротацию на радио А с четверга на телеке Подождите Но мы же только начали Не знаю как вы А мы бабки проплатили в прошлый понедельник Со вторника пошел отсчет Следите за ее левой рукой Теплая булитка В ладонях круче жабы В подвале На конях ушли Обои сорвали Оу Туча журавлей Принесет нам тысячу детей Оу Радость моя радость А счастливчик дуралест Большой поклон Большое сердце Может ты поспешная ложка Такое окно Сейчас Зинка подметает начнет Приехали Вот суки Хотя бы опоздали на минуту Всем привет Я вообще эту ночь не спала Аналогично Только душ успела принять А я нет Поел хоть что-нибудь? Конечно я же здесь Но все равно Давайте за компанию Оу Эй-эй-эй Что вы здесь на аппаратуру Все это ставите? Ноги не вытираете Двери не закрываете Что он здесь такой? Бардак какой-то Уноси свой овощ Браво-браво Ну что вы стоите Уносите Извини Сорвался Ну Только начал нравиться И тут же сдулся Мой тебе совет Никогда ни перед кем Не извиняйся Почему? Вина порабощает Появляется раскаяние И тут же доброходы Слетают со всех сторон Как воронье На запах крови Фонограмма Используемая На публичных выступлениях Эстрадного певца Фанера Европу губит Фрейг Россию Достоевский А какой выход? Работать надо Правильно А не болтать Ха-ха-ха Ха-ха-ха 1-0 в твою пользу Я пошла в стакан Здесь очень жарко Можешь себя все снять Вообще-то она похожа на Мирея Матье Вот если не слышать звук То вылитая Мирея Матье Зачем мы все это ввязались Вот кого ты мне привела Скажи Ты же сам по этому подписался Ну подписался Ты же знаешь Когда я пьян Я могу подписаться Под всем чем угодно Даже собственной кровью Мы понимали Что сделать с этим Ничего нельзя Привет Ну что как тут у вас В некоторых местах Она может даже взять Правильную ноту А в остальном А в остальном Прекрасная Маркиза Все хорошо Все хорошо В эфир-то в таком виде возьмут Так сейчас все берут Я например Одну передачу видел Для дебилов Забыл как называется Так там чернила пьют Там дальше текста нету Все Ой все Мое время вышло Привет Привет Герасим Ну что Слышал как я пела Только что вошел В глаза мне Врешь Клянусь твоему здоровью Знаю не земфира Но и во мне есть нечто Да дядя Кузя Глаза мне больше нравятся Ну что Маэстры Какое будет резюме Девушка хорошая Но и медведь на ухо Наступил Удивил Это нам известно Тем с большим нетерпением Ждем результат Теперь ведь компьютеры Чего только не сделают Фильм Гладиатор Видели У них там актер Умер на картине Так они его Трехмерным двойником Заменили Но имя к сожалению Жива Тьфу Чтобы не сглазить Успеем к эфиру К эфиру В понедельник У нас эфир Ого Я же тебе говорила Говорила но Никаких но Знаете какие там штрафы Какие Пять тысяч смена Ооо Долларов Нет Ривней Это что Кефир Спасибо Люблю понятливых Ну доживем до понедельника Ага И что мы теперь будем делать Не знаю Ну может В тех местах Где она особенно Лажает на ложем Какие-нибудь звучки Не знаю Там Лай с собаки Завывание ветра Так песню жалко Ну да Ооо У меня есть идея Какая Этот тип Очень хорошую идею подсказал Ты будешь дублёрша Инги Я Ты Иди в стакан Идея была в том Что в тех местах Которые не давались Нашей стрёмной девушке Ступала я Следи За её левой рукой Столовые приборы Уже небезопасны Можно ещё раз? Вот прям сразу отсюда Отдохнуть не успеваю Следи За её левой рукой Она извернётся Родит тебе двойню Потом Корнаух обработал на компьютере мой голос И он стал Почти неотличим от Ингинова Послушай Сэн, ты волшебник В данном случае Скорее аферист А то теперь у нас есть фонограмма Угу Когда должны быть съёмки? Что за вчера? Я серьёзно говорю После завтра Мотор! Есть мотор! Камера! Пошла Сцена на тринадцать Кадр двадцать восемь Дубль один Фонограмма! Давай, держи Вообще Сейчас их двоих Стоп! Ну что такое? Инга, ещё раз Ты можешь это сделать повыразительнее А что не так? Ну я не знаю, как это объяснить Так, нет Дело не пойдёт Ты режиссёр, я исполнитель Ставь мне задачу Объясняй, что делать Включи глаза Что? У тебя глаза пустые Видно сразу, что ты не поёшь На самом деле А рот под фонограмму открываешь Ну короче, поталантливей, да? Ну да, да Угу Сейчас будет сделано Дым Дымим, дымим Всё, хватит дыма Тишина на площадке Можем начинать Приготовились Погоди, пусть дым рассеется Рассеете дым Так, всё, тихо, хватит Тишина на площадке Тринадцать, тридцать, дубль один За четырнадцать часов мы сняли всё, что было запланировано Инга вела себя отлично Не капризничала Отказывалась от дублёров И это в результате Привело к тяжёлой трапе Сняли, как я летела? Да, ты молодец! Тишина на площадке Давай термометр Ну что тут у вас? 39,6 15 тысяч долларов Что это? Факс от телевизионщиков с уведомлением о штрафе за просроченные 3 дня Попали! На 15 штук Так мы же сутками работаем, на чей не спим Знаем, певица в больнице, все знаем Это не наша вина, она сама отказалась от дублера А вас никто не винит Вы отвечаете только за то, о чем договаривались, за сроки, черт возьми Когда ты закончишь монтаж? Завтра утром Как же вы меня нагоняли, я спрашиваю конкретно, в котором часу мне приехать за кассетой? 12 Это у них утро Простите, простите ради бога Бога нет Есть Вот с ним и договариваетесь Спасибо, дядя Кузя Спасибо, дядя Кузя Поспи часок Через часок я это все закончу А зачем же Глеба отпустила? А, чтоб над душой не висел Мы сейчас это все закончим Отдохнем Утром проснемся, посмотрим свежими глазками Если что надо, подправим Как раз 12 отойдем Ну ты железно, девчина И ты знаешь, что сейчас скажу? Только в любви не признавайся Я сделаю тебе альбом За красивые глаза? Нет только У тебя и задница, что надо Ты знаешь, у меня для тебя тоже есть хорошая новость Какая? Я в состоянии оплатить твою работу А съемках сэкономила? Да И сколько там набралось? 10 тысяч долларов Она одета в дживанши и кензо Ботинки, мартинки, зриби, флай Она текилой разбавляет сердце Она не знает горя и тепла Ее девиз Полщицу ноги кормят Сама привыкла отвечать за все И не жует Она не с блинной орбит А кровь мою Бестрепетно затет Она загадочна Как мать и смеет Танцует Весь пол И смеет Я пою И шапок Я хочу Я хочу Я хочу ее Я хочу ее Следи За ее левой рукой Столовые приборы Уже небезопасны По кошке Желтой кассы Задернет черт воль И розы упадут Наш Майсен Что случилось? Нет больше, сын Что? Ушел он от нас Вчера Ушел и не вернулся Тьфу, ты, дядя Кусь Как меня напугал Да я сам перепугался Явились какие-то На дверь замок навесили Сказали, студия закрыта За долги Сэм Постоял, постоял Развернулся И ушел Больше мы его не видели Вот такие вот дела А эти навалились Понаехали Народа много Перекрыли все Замки Пудовые поналешали О! Видишь Глеб этот Командовал Командал Тёмка Хе-хе Ноу комминс Ноу, ноу, ноу комминс Понятно Когда мы сняли клипы Я слегла с температурой Герман поехал к Николаю Ну, брату Инги Бандит? Нет Он, говорят Был очень недоволен Тем, что мы сорвали сроки Ну, что Инга Покалечилась Слушай А может это Герман Чтобы меня отмазать Свалил всё на корна уха? Сколько себя помню Всегда, сын Всегда И что ты будешь делать? Разбираться Смотри, как бы с тобой Не разобрались Я этих знаю С виду люди, как люди А чуть что Раздавят, как букашку На Карково Здравствуйте Мартынга Анатолиевна Вот Таня Витальевна Велен, передайте Откройте, посмотрите Не бойтесь, не взорвётся Берите Пакет я вскрыла дома В нём оказался Навороченный мобильник Щедрый подарок Инги Прикольный, мне понравился В больнице В больнице ей, наверное, было скучно И она хотела поболтать со мной Но сначала я должна была решить Гораздо более насущную проблему Приёмная Горелова, здравствуйте Глеба Константиновича, можно? А, модный режиссёр Соединяю А, Феллини Пазолини Глеб, сейчас не до шуток Я знаю уже, что вы закрыли студию Сэма А мы это и не скрываем Напился мужик и подставил нас по срокам Как в песне получилось Я попал и ты попал Глеб, ну это же была моя идея Пригласить Сэма Значит, и ответственность моя Чем? Чем ты можешь ответить, девушка? Чем ты владеешь, кроме собственного тела Красная цена которому? Ну, максимум Не напрягайтесь, это не наш случай Да, мы цивилизованные люди Этот вариант нам не подходит Так что у вас есть неделя, чтобы решить финансовые вопросы А потом мы устроим опцион Мы уже ищем покупателей на эти корноуховские железяки Тоже еще, кстати, геморрой на нашу голову Что же у вас за глава-то такая? Ну да, ну, сказанул Як черномырден А сколько нужно денег? 18 тысяч Больше, чтобы не показаться лохами или лохами, как правильно? О, лохами У меня осталось 10 Заноси А где наш дядя Сэм? Опять за гранью добра и зла? Я не знаю, я пока болела, его не видела Все? Аривидерчи А когда вас добраться? Сиди, машину за тобой пришлю А то ты на метро еще попрешься с нашей зеленью Ага, в авоськи привезу Ага, в авоськи привезу Ага, в авоськи привезу Субтитры создавал DimaTorzok 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 чтобы расплатиться. А может, не надо? Как это? Может, само собой рассосется. Так бывает иногда. Нет, не наш случай. Они наедут на Сэма. Не станет Николаша заниматься такими мелочами. Да нет, это дело принципа для них. Копейка рубль бережет. Ну что они ему сделают? Ну не убьют они твоего Сэма, ну побьют. Это ему полезно. И студию отнимут. Не отнимут. Николаша всегда был добрым мальчиком. Ракеи не меняются. А вы были воспитательницей у них в детском доме, да? Да. Сейчас там дворец. Евроремонт. Компьютерные классы. А питание какое хорошее. Все на деньги Николаша. А Инга тоже была в детдоме? Опять Инга. Знаешь, какая у нее кличка была в детдоме? Какая? Царап-царап. Она специально ногти отращивала, чтобы драться. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, выхожу. Машина подъезд. Это кто же за тобой такие шикарные лимузины присылает, а? Глеб Горелов. Вот, везу ему часть долга. Весь его гонорар заклик. Решила отдать. Ну да. А я бы не отдавала. В чем? Жалко. Ань, не волнуйся ты так. Ну, давай подумаем, а? Слушай, а может ты Инги чем-то насолила, а? Да не знаю я. Все же нормально было. Мы такую шикарную фонограмму записали. И она спела так хорошо. Я вместо нее в некоторых местах. И Сэм там поколдовал. Вообще Мария Каллос получилась. Слушай, а может быть ты Николаша глазки строила? Так я его не видела никогда практически. Ой, не знаю. Я эту Ингу вообще никогда не понимала. На самом деле во всем этом была стальная логика, которую я обнаружила чуть позже. Следив за ее левой рукой, Столовые приборы уже небезопасны. В окошке желтой кассы Задернет черт вуаль, И розы упадут, Наш Майсер Выключите, пожалуйста. Мне тоже надоело. Крутим каждый день. Зачем же крутить, если надоело? Боссу нравится. А босс это... Глеб Горелов? Нет, Николай Верегин. Я почему-то думала, что Николай Верегин пребывал в каких-то высших сферах и не ведал о моем существовании. А вы знаете, чья это песня? Ну да, его сестры. Правильный поступок. Здесь все десять. Смотри, ты сдала работу на шесть дней позже срока. У нас пропало шесть оплаченных эфиров по три тысячи каждой. Восемнадцать штук. Мы тебе дали сорок штук. Ты сняла за тридцать, возвращаешь десять. Вычитаем их за семнадцать. Сколько осталось? Восемь. Молодец. У вас есть еще целая неделя. Верните, пожалуйста, нам ключи. Ну, как отдать долг, если не на чем работать? Может быть, дадите еще неделю? Лучше бы ты Ингу навестила. Она в больнице. С ногой? Надеюсь, что с двумя. Если, конечно, за ночь ничего не изменить. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok С Глебом говорила? Угу. Ну и как там все прошло? Нормально. Отдал ключи от студии. Ого! Как это тебе удалось? Уговорить его, а? Ты знаешь, с продажными мужчинами это очень просто. Десять тысяч долларов и никаких проблем. Десять тысяч? Угу. Отдала все, что было. Знаешь, ты просто... Не говори того, о чем потом пожалеешь. Ты просто не знаешь цену деньгам. Человеческая жизнь достаточная цена? Ой. Не смотри на меня, как на... злодея из индийского кино. Хорошо? Это ты замолвил за меня словечко перед Глебом? Не понял. Ну, кто-то перевел стрелки на Сэма. Я клянусь, я здесь ни при чем. Странно устроен человек. Если бы он признался, что это его рук дело, я, наверное, закатила бы скандал. Но Герман оказался ни при чем. И я была разочарована. Куда мы едем? В больницу, к Инге. А ты откуда знаешь? Глеб позвонил. Да, чуть не забыл. Посмотри. Нет, нет, вот. Ага, вот. Да, смотрится она эффектно. Особенно в окружении детей-инвалидов. Денег она тебе не даст. Я и не за деньгами еду. Да? А зачем? Ну, соскучно. Самая удачная шутка за этот день. Тук-тук. Эй, есть кто дома? Эх, палата Инги показалась мне шикарной. Хотя теперь я понимаю, что ничего там пафосного не было. Почему-то я была уверена, что ты придешь. Привет, Инга. Привет. Проходи. Слушай, так нехорошо получилось это все. Нет, 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 нет. Не продолжай, а то я тебя выгоню. Мне уже достали все эти соболезнования. Это тебе. Я там съела парочку. Внутри. Изображение не надоедает. А вот песню уже слушать не могу. Все меня поздравляют. Я звезда. Да? Я тебя тоже поздравляю. Решил тут взять псевдоним себе? Игла. Что? Нравится? Вообще-то нет. Напоминает об уколах. Ну, извини, я это не с потолка взяла. У меня вся задница исколота. Ну, и кроме того, целый букет ассоциаций. Сесть на иглу. Иглоукалывание, иглотерапия. Все неприятные. Зато не спутаешь со всякими там Марианами, Ариаднами. Это да. Ну, не молчи. Что у вас там в Москве происходит? Я ж здесь, как в тюрьме. Хм, хорошенькая тюрьма. Похоже на номер в дорогом отеле. Ты была в тюрьме? А в дорогом отеле? Тоже нет. Ну, вот и не болтай, чего не знаешь. Угощайся. Ну, что в Москве-то происходит? Ой. Кого убили там? Слава богу, никого. Вы сами студию забрали за долги. Скучная ты. А про Сэма, это не новость. Кто меня дублирует? Елена Ермолаева. Чемпионка мира по кикбоксингу. Слушай, у меня есть отличное вино. Будешь? Ну, наливай. Ну? Ой, за мое здоровье. Да уж. А теперь о деле. Ты ведь не просто так сюда пришла. Мне нужно отдать долг. Восемь тысяч. В долг не даю. Понимаешь, это единственная возможность сохранить друзей. Но мы же с тобой не то, чтобы друзья. Тем более. Зачем давать чужому? Ясно. Ну, тогда я пойду. Ну, погоди. Ну, нельзя же так сразу отступать. Так дела не делаются. Научи как. Ну, во-первых, посмотри на это с моей точки зрения. Чем ты, мне интересно. Не знаю. Ну, напрягишь ты мозги. Мы сняли клип. И есть успех. Потратили немаленькие деньги. Теперь надо срочно все это закрепить. Выстрелить альбомом. А песен у меня нет. Нет, нет, Инга, я не могу. У меня их всего-то шесть. И потом я сама хотела. Будешь автором. И кое-где споешь за меня. У нас с тобой голоса один в один. Это сама работа. Споешь везде. Ты звучишь лучше, я с этим не спорю. Но я лучше выгляжу. Мне нравится сниматься. И у меня есть деньги на раскрутку. Ты просто разбойница. Знаешь, у Андерсона в «Снежной короле» был такой персонаж. Девочка-разбойник. Это мой любимый персонаж. Договорились? Мне надо подумать. Недели хватит. И Глеб давал такой же срок. Вы с ним что, сговорились? Не свисти. Денег не будет. Так вот оно что. А я-то думала, кто подпоил Сэма. Ах ты! Что? Сволочь. Как ты меня назвала? Да я бы тебя сейчас накостыляла. Что? Ты мне накостыляла? Ты пошла ты! Как ты накостыляешься? Сметь, приходи сюда. Приползешь на коленях ко мне. Ура! Странно, но в эту самую минуту мне в голову пришла идея ее будущего клипа. Ну что, моя маленькая, соскучилась по папочке, а? Пути-пути-пути. Ну-ка, давай-ка, 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 давай. Давай-ка, давай. Ань, ты что там делаешь? Мне надо кое-что проверить. Что? Помнишь этот вечер, когда я снимала в клубе, когда мы с Инди познакомились? Ну конечно, мы там с тобой твой первый клип обмывали. Вот видишь? Вот Инга подходит к нам. Я не виноват. Вот он Груфф представляет Сэма, который, между прочим, весь вечер ничего не пил. Ну что, замусьте. Вот, слышишь, что он ему говорит? Я брат в зарядке. А ей что-нибудь безалкогольное. Судя по Ингиной улыбочке, она тоже слышала. А это кто с нами? Это Маша. Маша? Ага. Кстати, Инга ее ненавидит. Смотри, сейчас будет самое интересное. Ань, мы это с тобой уже смотрели раз 15. Да я не об этом. Между прочим, ты меня здесь ужасно сняла. Ты мне уже об этом говорила раз 20. Вот, смотри. Вот видишь, как Инга смотрит на меня разину в рот. Между прочим, в этот момент у девушки рождается идея, как заработать 40 тысяч долларов. Ага. А потом у меня рождается идея. Как их отбить обратно. Что-то я не понял. Сейчас поймешь. Вот сука, а. Я ей то же самое сказала. Мама, 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 мама. Ты что, с ней поссорилась, что ли? Угу. Мягко говоря. Я с ней подралась. Ты же это шутишь? Нет. Ты что, с ума сошла, Ань? Ага. Господи, что ты наделала? Ты что, с ума сошла? А у вас дверь открыта. Привет. Чеку попьем. С персиком зеленым. Послушай, мам, уже поздно, мы спать ложимся. А что ты такой бледен? Кто-то скулит. Щелочко завели? Нет. Заночевала я у Аллы Александровны. Герман звонил по телефону, скребся в дверь. Но мы ему не открыли. Дядь Кусь, вот ключи от студии. Отдадите Сэму, вдруг он появится. Не-не-не-не. Там аппаратура дорогая. А у меня, как ты знаешь, к людям демократический подход. Иногда бомжи заглядывают на гонек. Карнал мне ключей не доверял. Ну, как знаете-нибудь. И мне что-то подсказывает, что он не придет. Не каркайте, дядя Кусь. Сам не придет. Мне вот так же Кларочка сказала. А кто такая Кларочка? Его жена. У Сэма есть жена? Они сперва фиктивно поженились. Потом реально. Ну, а потом опять. Теперь она его тоже разыскивает. А зачем? Ну, жизнь хочет устроить. С новым человеком. А для этого Семеном надо развестись. Получается, она наш союзник? А-а. Я, говорит, из-под земли его достану. У нее любовник мент. Полковник, кажется. А ты знаешь, где ее можно найти? Я знаю, где она работает. Где? На Тверской. Не подумай плохого. Наша Кларочка работает в искусстве. А-а. Да. Кларочка работала с огоньком. В тот вечер она исполняла евроверсию танца живота в закрытом клубе Ню. Кларочка работала с огоньком. Привет. Это ты, Кларочка? Да. Я Аня. Ага. Мне надо узнать в горнаухе. У-у-у. Как ты с ним живешь? Я с ним не живу, я с ним работаю. А, ну это другое дело. Обмельчали мужики. Все разменяли. Пойдем. Ладно, сейчас переоделась, поедем его забирать. Калан. Карнауха твоего. Я же тебе не сказала. Мы же его нашли. Ну, слава богу, господи. Только я не понял, что он так быстро. Наши лица все может. Если захочет. Вот, ну и, короче говоря, нашли его на рынке. Во время проверки паспортов. Он финиками торговал. Карнаух? Да. Что водка с человеком делает? Этого не может быть. Ой, я-ня-я-я. На следующее утро мы с Кларочкой приехали в милицию. Там ее знали. Как служба? Конечно же, с хорошей стороны. Ну, вот, приехали. Вылезаем. Стоп. Нам кажется, не сюда. Здравствуйте. Можно? Да, пожалуйста. Извините. Задержанного сейчас приведут. Простите. А у меня есть ваша фотография. Очень хорошо. Подписать? Сейчас, минутку. Она, кажется, в вооруженной комнате. Сейчас принесу. Так. О, а вот и он. Проходим. Кто? Вот этот вот? Это у нас Карнаух Семен Семенович. Мужчина, вас как зовут? Ну, как он сказал, да? Ты давай сам называй свое имя. Семен Семенович Карима Карл... Карл... Так, хватит каркать. Карнаух Семен Семенович. Национальность, украинец. Проживает... Ребята, посмотрите, разве он похож на хохла? Ой, девушки милые, да что такое жизнь человеком не сделает? Точно, девушка. Особенно московская жизнь. Я попрошу вас, подождите, пожалуйста, в коридоре. Пять минут. Пойдем. Бьют. Ну, почему не обязательно? Проходите, пожалуйста. Значит так, девушки. Мы все выяснили. Гражданин Усман Кадыров честно-сердечно признается, что купил этот паспорт у некого нетрезвого господина. За сколько? За 70 рублей. А, где ж такие цены? А платформа гражданская, там еще летом лежбище бомжей. Вам надо с нами проехать. Не, ребятушки, я пас. Я через полчаса должна быть в Голден Пэллсе. У меня работа до 4 утра. Ну, а кто удостоверит личность потерпевшего? Вы как жена. Я? Год его не видела. Могу и не узнать. Вот девушка вам все удостоверит. А вы ему кто? Товарищ по работе. Так, давай, дуйте отсюда. Быстро. Ну? Где его ж, Маша, замели, когда на чучме к фаблаву была? Сам ты чучме. Ну, ну. Я словениен. Честопарадная. Я тебе покажу. Ну, ты покон убери эти. Дай сюда, блядай. Давай, блядай. Ой, ментяра, бля. Я тебе жалую, бля, знаешь, кто я такой. Бля, все. Ой, не неси, как вот ты покон убери эти поручки. Бля, ой, бля, в ногу я давил, бля. Ой, бля, ой, бля, зулик. Сэм, Сэм, ты меня слышишь? Ой, здравствуй, Кузя. Ой. Сэм, ну что ж ты с собой делаешь? Ты ведь умрешь так. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире Мой прах переживет. И тление избежит. Лечиться ему надо. Это уже не лечится. И счастлив буду я, Пока в подлунном мире Жив будет, Хоть один пить. Здоровью вредить. Пить. Поросыпаться в сочной канаве, Пряча голову в снег, В ожидании новой цены. Ань, Эти звонят. Алло. Это Горелов. Ань, Неделя на исходе. Давай решать вопрос. Я согласна. Вот Инге об этом и скажи. Она тут рядом. Привет. Ну, как там у тебя? Я согласна. Кто бы сомневался. Значит, мы остаемся в правом поле? Как там наш анкл Сэм? Есть бульон. Привет ему. Тебе привет от Инги. Он тебя послал на три буквы. Ой, я бы с удовольствием. Но гипс пока мешает. Кстати, по этой же причине Со съемками придется подождать. Наоборот. Мы будем снимать сейчас. Это будет тема победы над собой. Отлично. Я уже придумала название. Песня о настоящем человеке. Ползу, как Моресев, Пою, как Алсу. Ты будешь танцевать. Надеюсь, это шутка. Не надейся. Убей меня, но я так не смогу. Сможешь. Алексей Петрович. Да. Научите нашу девушку так двигаться. Почему бы нет? Это моя специальность. Но для этого нужна особая коляска. И не каждому она по средствам. Ничего. Девушка потянет. И сколько мне надо будет учиться? Месяца два, не больше. Часа по три тренировки в день. Не уверена, что найду столько времени. Да, ты права. Два месяца слишком много. Две недели. Тогда часов по восемь. Ежедневно. Мы согласны. Я не считаю себя жестокой девушкой. Но должна признаться, что репетировала этот танец на колясках с каким-то особым удовольствием. Ах, руки! Сумасшествие какое-то. Все руки в кровь истерло. А музыку кто будет слушать? Это же танец. Танец. У нас проблемы. Больные возмущаются, почему вам можно танцевать, а им нет. Да ради бога. В свободное от репетиции время. Ну так вы же с утра до вечера. А коляски есть у них? Да, но не такие навороченные, как у вас. Ну, пустите их, Петрович. Ты не возражаешь? Да ради бога. Это будет наш кардебалет. Через неделю мы отшлифовали все движения. У Инги получалось хуже всех. У Инги получалось хуже всех. И она злилась, видя, как мало уделяют ей внимание. Но постепенно она втянулась в атмосферу коллективного труда и не пыталась бунтовать. Сюда, да-да, но сейчас не об этом Разливай Портвейн И передай вам место привета Ауфинерзейн Стоп, стоп! Давай сначала первый куплет отработаем, а потом продолжим. Давай, заводи. Да! Съемки клипа пришлось начать под черновую фонограмму песни. Но ждать мы не могли. Конвой везу я в Кэби Санта-Клауса Праздник наш хэппи-подъем Новую песню тебе споем Санта нашептывал Прокати туда, прокати сюда Прокати туда, прокати сюда Да-да-да, но сейчас не об этом Тяжеление Тяжеление Я... я... я худая Пойдем, быстро, пойдем А что у нас? Кто от него? Какой человек в этой идее был? Администра У нас съемка прошлого клипа Инга сломала ногу Но об этом знают со стрелой Да И я навещала ее в больнице И там увидела вот это вот фигурное катание На колясках инвалидных исполнений Алексея Петровича Вон он там Слушай, еще один вопрос А говорят, что это не просто режиссер Но еще и автор текста песен Да Все Все Обед заканчивается А режиссер еще не кушал Я сказал Я тоже есть хочу Заботливый Недолго Какая девица Всегда найдешь что сказать Пожилому Грубияну Вот так Вот так На руках Мы носим наши Сталантливые ребята Да Я тоже есть хочу Я тоже есть хочу Я тоже есть хочу Нельзя тяжелее Тоже новичку А какое кино? Да Знаете Знаете Я не знаю Я не знаю Вот этот план Этот Вот этот мы сняли Да? Вот идите к оператору и скажите, что мы снимаем фотки Седьмой Хорошо? Хорошо Обед закончим Все на съемочную площадку Пошли 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 А там Я곤 Пошли 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 Пойдите Пойдите Все Пойдите Не об этом разливай портвейн И передай вам место привета Ауфидерзейн Лечи, лечи свою мигрень Смени работу полуатмосферу Я видел солнце, вела сирень И ты в объятиях педобультерьера Праздник наш хэппи-отбой Лук, пари, сельдерей, хрен с тобой Светлую голову наклони туда, наклони сюда Наклони туда, наклони сюда, да-да Но сейчас не об этом разливай портвейн И передай вам место привета Ауфидерзейн Мы упадем в калейдоскоп и забодержим каплю компота Начнется бал, а любимых стоп, и жизнь моя пройдет, как и кота Праздник наш хэллоу гудбай Ключ от клондайка не потеряй Солнышко, молнышко Посвети туда, посвети сюда Посвети туда, посвети сюда Песня звучала на всех радиостанциях Клип безостановочно крутили по музыкальным каналам В общем, Инга мгновенно стала суперпопулярной А я осталась как бы ни при чем Ну, чувствую себя подонком Почему? Так это ведь я ей дал на прослушивание твой материал Ну и что? Алла Пугачева тоже пела за Барбару Брыльскую Мне тоже в титры не поставили Так ведь никто же не говорил, что Брыльская своим голосом поет А это поразитка Жизнь ведь не кончается, новую напишу На самом деле В тот момент я твердо знала, что новых песен никогда не будет Инга поет последнее Открывая рот под мой голос Субтитры создавал DimaTorzok 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 Клип звучал на радио Шел на всех телеканалах Кроме этого были еще десятки публикаций в газетах и журналах Ей даже объявили благодарность от ЮНОСКО За помощь в деле социальной адаптации инвалидов Ты меня чуть не сбила Смотри, как испугалась Это твой? Да, Николаша подарил, когда я обезножила По нему не скажешь, что он для инвалидов А хочешь, забирай Не, спасибо, Инга, но это уже слишком Я не дарю, я продаю Тебе со скидкой Сто долларов устроит? Это скидка такая? Нет, специальная цена Стольник найдется у тебя или одолжить? Знаешь, хватит с меня долгов О, а давай ее Петровичу отдадим О, отличная идея Я хранила тайну ее голоса Который называли ангельским, божественным, хрустальным Хотя, надо признать, и мне достался кусочек праздничного пирога Наш клип пошел десятку лучших Это приглашение в карли Парни И соперница Спаси Я помирилась с Германом А Инга устроила очередной скандал Когда ее обняла певица Стаси Она вдруг взвизгнула Она меня куснула В тот вечер Все дружно собирали меня В дальнюю поездку Машина у подъезда ждет Да Конечно, она едет с Ингой Угу, счастливо А, мам, документы, деньги все положили? Положили, положили Конечно Так, опять Слушайте, мне уже нужно деньги брать За всю эту работу Как за пресс-агента С тобой натурой расплачусь А, Сэм, здорово Не, она сейчас не может говорить Дай, пожалуйста Алло, Сэм Привет У меня нормально А у тебя? Сэм, поздравляю Ну что ж ты раньше-то не сказал Ну да, нет Сегодня я не смогу, конечно Давай, тебя целую Пока Сэм приглашал на юбилей Кстати А я не смогу А сколько ж? Двадцать Может, такой малынь По лицу не скажешь? Не, ну Кочегарка Ну есть, кочегарка Такая студия Очень старая, легендарная Там еще Сам Мать Науменко писал Что А это кто? Ну, выдаю Париж ждет Париж ждет I love you, Париж Инга всегда снимала меня на фоне Эйфелевой башни А я ее фотографировала со знаменитостями А это я случайно сняла на улице их знаменитую актрису Король Буке Вернувшись из Парижа Инга всем растрезвонила, что я сняла там чудный материал Мне позвонили с телевидения И попросили показать Потом меня пригласили в детали к Тине Кандулаки Я так волновалась, что ничего из нашего разговора с ней даже не запомнила Пришла в себя, когда все кончилось Я не могла поверить, что это происходит со мной и наяву Меня все удивляло Даже голос режиссера, который нашептывал на ухо Тине приятные слова Красавица, богиня А она кивала, как бы соглашаясь А где у вас камера? Вы там одна? Где? Я готова Сегодня у меня в гостях самая молодая из известных и самая известная из всех молодых клипмейкеров Анна Новобранцева Здравствуйте, Анна Здрасте Ну а что вам медвиж? Я думаю, стремление к счастью Знаете, я вот, честно говоря, не видела людей, которые не хотят быть счастливыми Ну, многие хотят, но не все стремятся А вы стремитесь? Ежесекундно Потом мы с ней немного поболтали И Тина, как бы невзначай, спросила Хотела бы я на телевидении поработать? А я растерялась и бряхнула в ответ какую-то глупость И я еще узнала, что начало передачи у них, оказывается, пишется в конце Добрый вечер На телеканале СТС программа «Детали» и я, Тина Канделаки Сегодня вечером будем говорить о роли личности в истории И о месте случаев... Молодая красавица, вас, наверное, сейчас все банкиры хотят приглашать в рестораны, любить... Сказанула... Дарить в подарок... Нет, сейчас... Что? Ты мне ничего не говорила? В положении? И потом, у меня есть любимый... Но вы уверены, что это любовь на всю жизнь? А, сейчас, сейчас... Такое ощущение было, когда я на вас смотрела? Да, Алё, да, пап, смотрим, смотрим, идите по нам перед вами пока... А сейчас что делаете? А ничего... Ладно, ваш успех только сейчас, он как-то наш... Выключи вообще... Да, мам, смотрим, смотрим... Конечно, посмотрим, но надеюсь, что нет... А чего вы боитесь? Вот сейчас перед вами... Я дайте себя смотреть... Вам девятнадцать лет... Ну, я боюсь... Я боюсь потерять себя, наверное... А какая у вас любимая сказка? Про колобка... Ну, это вы, как взрослая девочка, теперь, надеюсь, понимаете, что это сказка про одиночку... Ну, я бы не сказала, что одиночка, вы не в плохом смысле одиночка... Проживу еще года три, пойму, что не так-то все просто... Да, Алё... Я слушаю... Ну, да... Да... Три да подряд, хорошее начало дня... А кто такой этот... Орловский... Свиститель... С Орловским будут... Перед визитом к этому крутому человеку я влезла в интернет и посмотрела, что там о нем есть... Информации было даже слишком много... Я только и запомнила, что он сменил три телеканала... Два из которых, правда, сам же и открыл... И четырех жен... Веригин был, оказывается, его финансовым партнером... Увидев фотографию Орловского в компании Инги... Я поняла, кто за меня замолвил доброе словечко... В общем, это совершенно новая программа... По динамике что-то вроде дорожного патруля... То есть быстро, оперативно, мгновенный отклик, репортаж с колес... Только нас не интересует криминальная сторона жизни, а музыкальная... Все это было очень кстати... Я не желала возвращаться в кочегарку... Быть личным клипмейкером Иглы, как теперь называла себя Инга... Хотелось еще меньше... Кстати, программа пока безымянная... Объявлен конкурс на лучшее название... Радости жизни... Я с головой нырнула в новую реальность... И не заметила, как пронеслось почти полгода... Мне кажется, за это время... Я повзрослела лет на пять... И потеряла всю свою наивность... Забыл, какая я прикуха? Эльф... Эльф, расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах... Голубой? Вот сейчас, например, пытается схватить меня за коленку... А ты скажи об этом в комментарии... Забавно будет... Я вообще не знаю, что с этим материалом делать... Ты послушай, что он по пьяни гонит... Эльф, а как вы относитесь к своим поклонницам? Я бы хотел, чтобы у меня было десять тысяч рублей... И всеми ими... Я жал бы тоненькие шейки этих дур... И... Сдушил бы их... Одновременно... Идиот... Какие-то странные фантазии... Это не фантазия... А что? Мечта... Эльф, расскажите, пожалуйста... Это моя песня... Сейчас... ПОЁТ 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 Сюжет поставили в программу «Без меня» По просьбе продюсерского центра, который занимался этим Эльфом. В результате – ожидаемый скандал, который объяснили нервным срывом певца, измученного каторжной работы и изменно любимой девушке. Кемал! Однажды я снова встретила своего старого знакомого. Судя по всему, его шашлычный бизнес процветал. Он уже был владельцем летнего кафе. Как дела? Нормальный. А у тебя как? Хорошо. У тебя здесь красиво. Давай, проходи, проходи. Осторожно, мостик, доски слабый. Вот это мой ресторан будет. А там что? Свежий воздух, шашлык-машлык. Павлин пустим, чтоб красиво был. Это фонтан, потом воду нальем. Живая? О, вместо павлина. Давай, садись. Чай хочешь или что-нибудь? Нет, спасибо. Ну, а где же посетители? Что не идет бизнес? Я могу тебе чем-нибудь помочь? Аня. Может, рекламу тебе сделаем? Эх. Какой реклам? Совсем деньги нет. Ей дай. Спасибо. На здоровье. Конфетку щи. Я придумала. Мы будем здесь снимать. Что? Передачу. Я же на телевидении работаю. Тебя узнает вся Москва. Лично мне? Когда наш администратор придет к тебе договариваться. Да. Ты на халяву не соглашайся. Да, да, я скажу, реклам давай. Нет, это и есть халява. А ты требуй денег. А сколько? Пятьсот. Ну, ты вдоль, Аня. Нет, ты что, не вздумай. Меня сразу уволят. Да, тогда еще и снимали на пленочку супер восемь. Помнишь такой формат? Обижаешь. У меня до сих пор есть камера кварц М. Ой, а кто это? Сашка Баслачев. За год до смерти. Да нет, рядом. Перемотай, перемотай. Вот. Это же Сэм Карнаух. Да. Был такой персонаж, широко известный в русских кругах. А, да, Жив. Жив, я с ним работала. Ты мне ничего не говорила. У него же замечательный архив. Из него можно столько полезного надергать. Тебе же он всю свою жизнь должна рассказывать? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? А я тебя. Да. Это Инга. Ой, привет. Слушай, а сейчас смотрю старые архивные материалы. Знаешь, кого я там увидела? Сэма Карнауха. А у меня депрессия. Нужна психологическая помощь. Гуля, я не психолог. Неважно, спускайся вниз, жду тебя в машине. Я сейчас на работе. Мне сказали, что смена твоя кончилась. Нет, через полчаса. Я подожду. Ну так что у тебя случилось? А, прогнала молодого человека. Никиту? Санчеса. Никита был в июле. Пляжный вариант. А Санчеса за что? Да ни за что. Тупой как валенок. По-русски не бельмеса. Ну ты же с ним не разговаривать собиралась. Ладно, проехали. Выкинь журнал. Вот этот? Да, с его физиономией. Жалко, симпатичный. Да ладно. Пошел ты! Полегче на поворотах. А то я пересяду в троллейбус. Не бойся. Все под контролем. Давай устроим сеанс шоппинг-терапии. Нет, я пас. Да ладно тебе, за компанию. Пробежимся по самым пошлым бутикам. Лучший жесткий шоппинг, чем мягкий пейтинг. Если я была бы рыбой, я бы плавала в тумане. Если я была бы пушкой, я б стреляла сигареты. Если я была бы птицей, я б жила в подъемном кране. А в оставшееся время я летала бы по свету. Дома мы возвращались поздно вечером. Покупки инги занимали полмашины, а я купила миленькую сумочку. Шоппинг действительно поднял ей настроение. По-моему, это форма истерии. Такого барахла по накупила. Ну что ж, тебе ничего не нравится? Наверное, есть одна стоящая вещь. Какая? Твоя сумочка. Может, уступишь? Кстати, брату Николаша так понравился наш инвалидный клип. Что? Ничего, это был тест. Как только я начинаю говорить о Николаше, ты тут же выходишь из состояния глубокой задумчивости. Да ладно тебе. Я же даже его толком не видела ни разу. Я думаю, оно и к лучшему. Почему? Похожа на человека, которого бы ты хотела иметь своим врагом. Я чуть не брякнула, что и как вдруг она небезопасна. Останови! О, я же говорил, стоящая вещь. Ну ты просто сумасшедшая, кто ж так тормозит? Да орать не надо под руку. Я думала, там бабушка какая-то. Что такое? Это же кочегарка, давай зайдём. Это была знакомая картинка. Сэм Карнаух, выпивающий с друзьями. Я уже хотела выйти из машины, но Инга вдруг сказала. Ну да, конечно. Сейчас порхнём две такие прекрасные, поболтаем, выпьем бледный чай и унесёмся. А бедный Сэм наш повесится от безысходности. Фуд-фуд-фуд, чтоб не сглазить. По правде говоря, мне и самой не очень-то хотелось спускаться в тот подвал и передаваться ностальгическим воспоминаниям. Тем более, что дома меня ждал сюрприз. Что случилось? А? Тебе прямо в губы поцелуй. Быть может, яд на них ещё остался. Он мне позволит умереть достойно. ЛЕГКАЯ МУЗЫКА Здравствуй, дочь. Семьдесят четвёртый год. Сидери. Иду по коридору. Полумрак. Вдалеке знакомый силуэт Смотрю, Боже, Кеша А он тогда, ну, в самом расцвете, в самом пике популярности Ну, думаю, не узнает Отец приехал с театром на гастроли Последний раз он был здесь в 85-м И вот такое характерное движение рукой Говорит, Виталик А мама говорила, что это папа сам напомнил Смектуновскому Помните, мы с вами встречались? А тот его спросил, а где? В Италии? А вы у нас останетесь? В отель, в отель, в отель Сердечно рад знакомству, спасибо Ну, завтра чуть свет репетиция Нужно освоить сцену перед спектаклем Кстати, вы все приглашены Спасибо 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 Давайте я вас отвезу Не надо, мы такси возьмем Все это время я думала о маме И все-таки спросила у него Спасибо Как мама Светет и пахнет Неверная обманщица, умри! Дай эту ночь прожить Сопротивляться! Да я сду буду брать на общих Староват Слушай, что ты все ворчишь, ты ворчишь Все впечатление испортил У тебя было впечатление? Прости Герман на спектакль опоздал Но это меня вовсе не расстроило Скорее наоборот Спасибо Это моя мама Это Герман Очень приятно Я думал, старшая сестра Приятно Все из культуры Вот как он здорово Всегда прошу Ура! Представляете, он играет тяга в очках Рубрики, как сам придумал Публика улетает Моя мама Начинает протирать Опять щелчки Маму, щелчки Давайте еще раз Ну Москву мы взяли Ура! Ура! Включите там кто-нибудь музыку, пожалуйста Ребята, музыка есть? Музыку На небе полная луна И ясный свет Ее мне говорит Что чаша выпьет от дна Окончен бал И сердце не болит Мы с папой знаем Наша мама может всплакнуть от радости А вот улыбки ее бывают и обманчивы Но наиболее тревожный знак Это бывает в переломные моменты жизни Когда она вдруг начинает петь Мой милый не со мною Не думает обо мне Другой обнимает И дует ее А мое сердце плачет Плачет сердце мое Они уехали через два дня Я знала, что отец оповестит всех родственников и знакомых О том, что его дочь готовит передачу Может быть он даже назовет это спецвыпуском каким-нибудь Я честно пыталась склеить что-нибудь приемлемое Но у меня не получалось Ну Ань, ну сколько можно? Ну слушай, ну какой это вообще заплый театришка Из какого-то там мухосранска, понимаешь? Ну невозможно, ну скукота Ну мы просто не успеем Это мои родители А ты Элдис де Мода? Слушай, извини, извини Я не знала Ну извиняюсь, ты прав А может быть под музычку Легко и живенько Ну так, да, прикольненько так, знаешь Вот раз, и задушил Ань, здесь? Да-да, здесь Я сдержала обещание, данное Кемалу Разрекламировала его летний ресторанчик Как одно из самых модных мест тусовочной Москвы Итак, мы в одном из модных столичных заведений Ледний ресторан Кемал и его хозяин Привыкли к самым необычным гостям Я знаю, что я должен был сделать какое-то дело на земле Чья была идея провести показ в таком прекрасном месте? Конечно, моя Я даже, знаете, такой лозунг придумал Накормим манекенщиц Видели, у них всех в руках шестой Он, как обычно, носил колесицу И это было по-своему забавно Но я не забывала про сверхзадачу Нужно было, чтобы все узнали о Кемале И все благодаря Кемалу Я ведь по сути кто? Я антигламурный экстремист Стремящийся вернуть природе Ей первоначальную шуршалость Я лично ничего не поняла Но платьицы мне понравились Как оно на теле? Шурши-то чешется Так и должно быть, моя одежда не истерия на дело забыл Ань, это Маркус, продюсер Эльфа Добрый день Классный вы тогда отсняли сюжет Спасибо Но сейчас можно снять еще круче Вообще-то у нас сегодня другая тема Ань, ты послушай, это очень интересно Ну, строго говоря, это розыгрыш Эльф здесь как бы с девушкой Вот, и к ней пристает какой-то такой наглый тип И наш герой его как бы вырубает У вас что, диски плохо продаются? Ну, при чем здесь это? Мы делаем веселенький такой перформанс Вы получаете сюжет Всем хорошо Рейтинг будет Ну, я не знаю, снимите Но я пока комментировать не буду Значит, смотри Все будет нормально Эльф сидит засну Классная шляпка У тебя тоже Ну, а чего он тебе сказал? Ой, я сама не поняла Он же больной на голову Это всем известно Тебе бы проектом нашим заниматься А ты тут с дураками время тратишь О, еще один идет А кто это? А, мой бывший Санчес Ола Ола Китал? Эстэс Анна Он по-русски не бум-бум Бум-бум немножко Вот жлопа Кто? Да Маркус этот Не хочет подставному парню заплатить Ну, значит, перформансов меняется А что такое? Задумали тут розыгрыш Будто Эльф подрался с парнем Приставшим к его девушке А этот Маркус Жагина Он согласен Бесплатно? Конечно Не знаю, как Энга объяснила Санчесу его задачу Но шоу получилось зрелищным И даже экстремальным Буйны с ночи А хитрый эльф Смог обернуть себе на пользу Даже тот позор Он подружился с Санчесом И снял его в своем клипе Говорят, бесплатно Быть может, я спятил Но разве не странно Потрогай ладошкой сама Лилипут утратается В моих карманах Совсем озверили чума Им ложа любви Моя табакерка Плевать, что В кармане дура Их бы погнать Но я не изверг, наверное И ты так сегодня добра Скажи Ты счастлива со мной Скажи Плохо я твой Дагулевер Скажи Надежда не умрет Скажи Пока нас прет Дагулевер Иди сюда Значит, смотри Вот эту вот Первую не берешь Вторую берешь Вторую, третью И дальше панорама по стене Этот ужасный день Запомнился мне на всю жизнь Он начался обычно Мы делали сюжеты Фото-выставки И там я увидела фотографии Человека Очень похожего на Сэма И мне так захотелось Его увидеть Слушай, сними, пожалуйста, его Это мой знакомый Вот эту тоже А кто это? И вот эту Есть один такой Самкарнаух Очень похож на него Привет 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 От Инги потянула перегаром И это мне опять напомнило о Сэме Пойдем Что? Ну? Ну что? Иди сюда Вот скажи мне, где я лучше, там или здесь? Ой Мань, ты пьяна Это ваше шампанское пучит Я не знала, как от нее отделаться Но тут случилось чудо Она буквально на глазах вдруг начала трезветь Ты тут постой? А я тебя сейчас со своим братом пойду познакомлю Дальше я хотела Подожди секундочку Давай попозже Потом Сколько лет, сколько зим Ну как вы? Хорошо Вот мы тут снимаем Знаем, знаем Смотрим, смотрим Я, между прочим, не пропускаю ни одной вашей передачи Все жду, когда же меня пригласите Так мы же вроде на ты Хотя на бордершафт еще не выпили Так, мы это сейчас исправим Ой, нет, нет Я же на работе, мне нельзя Все А вы с Сэмом развелись? Ты представляешь, что не успела Так что теперь я вдова Как это? Ну, Сэм же умер Ой, ты не знала Недавно было 9 дней Я Кузю спрашивала, где Аня А вот твой телефон Спасибо Сэм, умер Хорошо Прости меня, господи Узаснула, не просниться Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Ну что, тогда на место будем ставить? Надо подождать немного, полгода, пусть земля сядет. Нет, это долго. Давайте землю трамбуем. Можно положить плиту, но тогда рядом никого не положишь. Да мы при жизни рядом не лежали. А хотите вечный огонь? Вечный что? Вечный огонь. Газовый баллон спрятали. Рядом вазы с цветами. И ночью бомжи здесь будут жарить голубей? Поставьте караул. Почетный? Почетным, по нечетным. Каждый день. Аня, где ты там? Инга привезла меня в свой загородный дом, пообещав поднять мне настроение. Привет, ребята! Ну, шашлык готов. Надо Гере позвонить, чтобы он не волновался. Ой, так уж он и будет волноваться. Ты так иронично это сказала. Алло, Гера? Я у Инги. Да, мы вдвоем. Да. Ой, не знаю. Ой, не знаю. Ну-ка, дай сюда. Сейчас подожди. С ним надо говорить императивно. Алло. Алло. Ай, не хватает только мужчины мечты. Да ладно. Неужто никого? Им мог бы быть Николаша. Но он брат, увы и ах. Хотела бы я иметь такого брата. Не ври. Ты хотела бы иметь такого мужа. Даже не отговаривайся, не думай. Брат хорош лет до тринадцати. Потом с ним даже как-то обниматься неудобно. А потом его захомутает какая-нибудь стройненькая стерва. У меня тост. За Сэма. Не чокаются. А мы как за живого. Ну ладно. Будем считать, что это он ответил. Она меня по-настоящему растрогала. Мы проболтали допоздна, как две подружки. Мне даже стало стыдно, что когда-то я ненавидела ее. У меня идея. Давай устроим вечер памяти Сэма Карнауха. Только без соплей и слез. И знаешь, как назовем? Как? Сэм-сэйшн. Сэм-сэйшн. Сэм-сэй. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok